В прямом эфире репортеры новости в студии. Для вас работает Алексей Майоров. Здравствуйте. Сотрудники полиции задержали четверых иностранцев по обвинению в убийстве своего соотечественника. Мужчина скончался от полученных ножевых ранений после ссоры во время распития алкоголя. С целью сокрытия следов преступления мужчины вывезли тело убитого за пределы Одессы и в ходе своеобразного ритуального обряда сожгли труп мужчины. Правоохранители также рассматривают версию, что это было обычное убийство, замаскированное под ритуальное, чтобы запутать следы. Кроме того, задержанных также подозревают в причастности к другим преступлениям, в частности к международной торговле людьми. Сегодня Приморский суд изберет меру пресечения всем подозреваемым. Буквально за двое суток было установлено лица, которые обоснованно подозреваются в совершении данного преступления. Что характерно, это три иностранных гражданина. Помимо этого, сегодня утром был задержан четвертый гражданин, который обоснованно также подозревается в соучастии в совершении убийства. По данному факту открыто уголовное производство по статье 115, часть 2, пункт 12, все подозреваемые задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Также в настоящее время мы проводим дополнительные оперативные мероприятия по установлению всего круга лиц, которые причастны к этому преступлению, а также назначены ряд экспертиз по данному факту. Убийца двоих детей Андрей Герасим проведет в СИЗО еще 60 дней. Такое решение вынес Киевский суд. Сам процесс медленно подходит к завершению. Стороны пришли к допросу свидетелей. Он задушил пацана по судам экспертизы. После того пошел себе, купил шкалик водки, две бутылки пива, которые он успел выпить, а после того выпил пол литра пива дорогой. После того ты взял, взялся за девочку. Он говорит, что ты делала девочка, когда задушил пацана? Говорит, орала возле ванной. Это твои слова. И после того он взялся из-за работы, задушили девочку. И вот во время, когда все поднялись, все в истерику, с дочкой, он когда позвонил на 7 километров, он говорит, что ты дура, понимаешь, я убрал самое дорогое, что тебе есть в жизни. Он говорит, как это ты? Он говорит, ну твоих детей нет. Услышав вновь жуткие подробности убийства, мать не смогла сдержать эмоции. Я их воспитал, у меня пятеро дочерей. Я их не благодарна, не забывай. Пятеро дочерей. Ну какая ты? Тварь, больно ты. Я пятеро дочерей воспитал. Ты меня их не забрал. Ты сейчас хочешь, видите? Тварь, ты, больно ты. Тварь, ты, как пянестая. Я только я смотрю, как она сошнет на глазах. Вы с ней не понимаете? Женщина требует от суда скорейшего решения, но пока не будут опрошены все свидетели, вынести вердикт суд не сможет. У нас установлен порядок, допрос свидетелей, потерпевшего мы уже допросили. На данной этапе мы всех свидетелей не допросили. После допроса всех свидетелей мы изучим материалы и будет вынесено решение. По словам прокурора, осталось допросить еще пять свидетелей. Через примерно три заседания решение будет вынесено. А убийце двоих детей грозит лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение. Полиция задержала еще одного участника организованной преступной группировки. Ее члены входили в состав одной из патриотических организаций города. Свою гражданскую позицию задержанные выражали не только на митингах. На их счету было два разбойных нападения. Преступники маскировались под правоохранителей. В седьмом месяце этого года выехать на задержание человека, иностранца, в форме, в масках. Оружие, по-моему, два сделанные под АКМСУ, находились постоянно в масках. Человек восемь, может быть, семь было. То есть здесь не пахнет ни патриотизмом, ни какими другими ситуациями. Здесь просто криминал. Сколько человек было с вами? Человек семь по форме. В какой форме они были? В черной балаклавах. Сколько было оружия? Два автомата витом. Выступили в эту общественную организацию добровольно? Да. Какие основные задачи этой организации? Ну, я не знаю. Насколько я был уведомлен, это общественные работы. В ходе обысков были изъяты несколько комплектов различной формы, шевронной и поддельной удостоверения. Кроме того, правоохранители обнаружили огнестрельное и холодное оружие. В ходе следствия было установлено, что вказаны особи скояли разбийные напады под выглядом работников СБУ. В ходе проведенных оперативно-розшуковых заходов оперативниками были установлены особи злоумисленников и затриманных. Было сообщено о подозрении вказанного злочинного черговому фигуранту вказанной справы. Автомобиль, на котором передвигали злоумышленники, уже попадал в поле зрения полиции. В сентябре правоохранители его обыскивали на парковке одного из торговых центров города. Тогда его владелец, общественный активист Андрей Сидоренко, напрочь отрицал факт использования автомобиля третьими лицами. Полиция подозревала, что на этом авто были совершены разбойные нападения на иностранцев. У одного из них даже якобы забрали автомобиль. Одесский моряк Олег Климик найден повешенным на судне героек лидера. Трагедия произошла в немецком порту Бремерхафен. Родственники третьего механика не верят в суицид. Во-первых, до конца контракта Олегу оставалось отработать 4 дня. Во-вторых, у одесского моряка был конфликт с филиппинскими членами команды. В среду тело моряка должны доставить в Одессу. Его семья будет добиваться судебно-медицинской экспертизы. Родственники считают, что могло произойти убийство или доведение до суицида. Был экипаж, были старшие офицеры, которые могли бы простынуть руку помощи и могли бы предотвратить эту смерть. Но нам поступила информация со слов родственников. И под тем разговором, с которым они общались с братом в последние дни, то их слов это доведение до самоубийства. Перейдем к другим новостям. До конца текущего года в Одесской области будет отремонтировано 244 километра дорог. По итогам 2016 года общая протяженность отремонтированных дорог была в два раза меньше. Эти цифры на аппаратном совещании в Одесской облгосадминистрации озвучил губернатор Максим Степанов и привел в пример магистрали Вилкова-Спаская, Кодома-Балта, отдельные участки на трассе Одесса-Рени и Одесса-Киев. Губернатор выразил уверенность в том, что таможенный эксперимент будет продолжен и в следующем году. Дорожных рабочих дождутся и жители центральных районов области. Среди преград, которые тормозит ремонт дорог, Максим Степанов назвал сложные отношения с укрозалезницей. Область ощущает нехватку вагонов для доставки материалов. Я никогда не думал, что я буду столько времени проводить в спілкувании с нашей Укрзалезницей щодо кількости вагонів нам необходимы. Вже сейчас Александр Дмитриевич в речном режиме, каждого ранку они будут рассказывать, какая кількость вагонов к нам пришла. Обсяг вагонів, который нам нужен для дорожного строительства, складає 100-120 вагонів на дубу. Губернатор снова затронул тему летнього театра и поручил профильному управлению изучить возможность возврата объекта под охрану государства. В свою очередь представители политической партии «Доверяй делам», среди которых было больше 10 депутатов городского совета, попросили губернатора дать оценку столкновениям, произошедших в прошлую субботу в Гурсаду. Хотелось бы услышать комментарий, каким образом вот та так называемая мирная акция, которая проходила в городском саду, переросла вот в те массовые беспорядки, когда летали гранаты, когда летали камни, когда начальнику областного управления пробили голову, когда люди в масках с балаклавами били стекла в мэрии города. Губернатор в своем ответе подчеркнул, что если бы земля летнего театра не перестала в начале 90-х годов быть объектом культурного наследия, этой акции бы не было. Кроме того, Максим Степанов попросил не приравнивать отдельных активистов, замеченных в хулиганских действиях сотрудникам правопорядка, с акцией в целом. Если бы я был в Одессе, я бы просто в тот момент был в Киеве, я бы тоже пошел. Люди, которые начали делать провокации против национальной полиции, и началось потом то, что началось, и то, что мы были святками, создали соответствующее правопорушение, злочин, есть соответствующая квалификация цим злочинам. Конкретные люди. Не вся акция, не все люди. Потому что мы с вами понимаем, Александр Александрович, что некоторые сейчас будут попробовать всех наших громадских активистов сказать, что это маргинализированная часть людей. Одесский городской глава Геннадий Труханов опроверг слухи, распространенные некоторыми СМИ о наличии у него российского гражданства. Он назвал такие публикации провокации. Также мэр попросил всех не верить слухам и добавил, что уже неоднократно отвечал на все эти вопросы и готов это сделать снова. А как вы думаете, кто это может сделать и для чего? Ну, я не буду комментировать, кто это сделал, но я думаю, что это все известно и понятно. Тем, кто в политике, кто занимается политикой, понимает и знает, кто это делает, кому это выгодно. Но мы ответим. Я ответил на все вопросы. Отвечу еще, если необходимо будет. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Еще одна актуальная проблема отсутствия переработки сельхозсырья. Экспортируя товары в первичном виде, Украина позволяет другим странам забирать часть прибыли от своей аграрной деятельности. Мы остаемся сировинным придатком мира. Мы сегодня экспортуем исключительно сировину. То есть левая часть того грожая, который сегодня выросла Одесская область, экспортована через Одесские порты. И не секрет, что иногда, отправляясь в ту или иную страну экспортную партию зерна взимой пшеницей, взимой герчменю, репаку и других зерновых, уже та страна встречает совсем под другой маркой нашу украинскую зерновую продукцию. И потом, и потом, что лучше для нас, украинских споживателей, эта украинская зерновая сировина повертается до нас в виде готовой продукции, но там в никаком порядке не пишется, что это сделано в Украине. День Достоинства и Свободы исполнил украинские песни и стихотворения. Ну и на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. Удачи вам и берегите себя.